Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. И сегодня у нас глава Хукат. Это заповеди, которые выше нашего понимания. Есть у нас три вида заповедей. Одни называются Эдуот. Это свидетельства. Такие как Шаббат, Митсва Ацицит, Митсва Атфилин. Символизируют нашу веру в Ашема. Есть у нас Мишпатим. Это законы. Законы которые мы можем понять. Это законы как кража, убийства. Мы можем понимать о чем речь. Но есть у нас Хуким выше нашего понимания. И об этом идет речь в этой недельной главе. Первая непонятная вещь это Ибум называется. Человек не может жениться на вдове своего брата, если у него есть дети. Трудно понять почему. Если детей нет, даже почетная обязанность жениться на вдове, чтобы восстановить имя умершему брату. А здесь нет. Мы не можем это обосновать логически. Потом есть заповедь Шатнес. Написано в Торе. Одежда и смешанная ткани шерстяной льняной. Пусть не покрывая тебя. Но как это понять? Что здесь такого мы не можем вообще понять. Тем более, когда мы строим храм, Тора нам говорит. Сделай покрытие Шатра из голубой шерсти, багряницы, червеницы и льна скрученных вместе. Тора предписывает смешать шерсть со льном, выткать ткань и выткать изображение кровов по ним, по этой ткани, чтобы красиво было. Но он говорит также и за завесу, уделяющие святилище цвета и святых, тоже голубая шерсть, багряницы, червеницы и льна скрученные вместе. И такой же полог при входе во двор и такой же полог при входе в шатер. Только они отличаются тем, что круглые на них вышиты, а не вытканы вместе с тканью. А так смесь шерстейна. Если возьмем одежду первосвященника, то центральные вещи, которые называются эйфот, это передник первосвященника, тоже соткан из золотой нити, голубая шерсть, багряница, червеницы и льна скрученных вместе. Также и хошен, нагрудник первосвященника с 12 драгоценными камнями, также соткан из такой смеси шатнес. Это удивительно. Раз в храме предписана такая смесь, ну мы можем конечно представить, возможно из-за того, что в храме такая смесь предписана, нам в быту это делать нельзя. Но обоснований у нас этому нет, доказать мы это не можем. Мы эти заповеди понимаем так, как все вышли и сказал. У них очень глубокое понимание. Не всем оно доступно. Да, нам это не доступно пока. Потом есть Сир Лазазель. Это козла мы отпускаем с наросшим чеком в пустыню, в Йом-Кипур. Он его приводит к обрыву, сбрасывает его с обрыва и козел уносит наши грехи в Йом-Кипур. Вот такая непонятная заповедь. выше нашего понимания, но мы так делаем. И первая заповедь, которая говорит в этой главе Всевышний нам пара одума. Это рыжая корова. Если у нас есть храм, мы туда можем зайти только в ритуально чистом состоянии. Не дай Бог случилось, человек похоронил кого-то или находился в домике, кто-то умер. Он 7 дней нечистый. И чтобы очиститься, нужно немножко пепла этой рыжей коровы смешать с водой. Человека нужно этой водой окропить. В общем, такой закон. Но что невероятно, возьмет Калиазар Коин, выведет корону, корову за стан и зарежет эту корову и сожгут на его глазах эту корову. И в нее, когда она взрывается от того, что она грелась от огня, то в нее внутрь бросают кедровое полено с червеницей и с сысопом с травкой. Вот. И потом сжигают это все. И потом, после этого, собирают пепел и ставят в определенное место. И после этого пользуются их. На 70 лет хватает одной коровы. Интересно то, что человек, который сжигал корову, резал корову, собирал пепел, все эти люди становятся нечистыми. Хотя, готовят чистый пепел для того, чтобы очищать от трубной нечистоты, самой большой нечистоты. Но, тем не менее, человек, который это делает, становится нечистым. Он не может войти в храм в этот день. Он должен постирать одежду свою, окунуться в микве. И к вечеру, когда уже темно, он может войти только в храм. Войти в стан в храм. Вот так. То есть, такой удивительный закон. Всего было сожжено за это время 9 коров. Десятую сожжет Машея. Когда придет, мы знаем эти законы. Первый сжег корову Маше. И существуют разные, очень интересные рассказы про эту корову. Искали наши мудрецы такую корову. И у одного человека, у нееврея, родилась такая корова. А по закону, на этой корову не должны были наливать ермо, пахать на ней нельзя. У него такая корова. Пришли мудрецы купить корову. Он называл какую-то сумму. Он сказал, завтра мы тебе принесем эту сумму, заберем корову. Принеси эту сумму. Говорит, нет. Я передумал больше суммы. Намного не верит. Ты получишь эту сумму. На следующий сжег опять говорит, еще большая сумма. Невероятная сумма. Я говорю, все равно ты получишь эту сумму. И он хотел навредить. Он взял эту корову, запряг и ночью на ней пахал. Мудрецы посмотрели на эту корову. Пришли и говорят, оставь корову себе. А он не знал, что у коровы есть два волоска. Если видеть на корову ермо, то они назад не разгинаются. Они посмотрели, все, на корову нам не годится. И он посмотрел, что случилось. Он потерял свое состояние. Он благословил Бога Израиля. И покончил с собой. Такой удивительный был случай. Царь Шлома, он был мудрейшим человеком из всех людей на земле. Но он не мог понять смысл этой заповеди о рыжей крови. Ему не удалось. Всевышний ему сказал, что ты получишь мудрость невероятную. Только за то, что когда он становился царем, он попросил у Всевышнего, да не мудрость, чтобы я мог управлять этим народом. Потому что управлять еврейским народом это очень непросто. И Всевышний говорит, ну за то, что ты не просил богатства и славы, ты получишь и то, и то, и то. И мудрость невероятную. Но этот закон ему не поддался. Хотя те вопросы, которые ему задавали, мы видим чудеса этих ответов невероятных. Даже представить себе пришла царица Савская знаменитая история. И она разговаривает с Шлома и спрашивает у нее вопросы. К примеру, она говорит, как различить мальчиков и девочек. Вот одели одинаково мальчиков и девочек, постригли их одинаково, ничем не отличи. Развлечи, пожалуйста, царь мальчиков и девочек. Как ты это сделаешь? В платье все ходили и все. Царь Шлома говорит, принесите жареные орехи. Слуги принесли, разбросали их по полу и дети начали собирать. Так он говорит, вот девочки, вот мальчики. Мальчики не стеснялись, задирали это платье и набрасывали туда орехи. А девочки стесняли. Говорит, вот это девочки, вот это мальчики. Она дает другое задание, говорит. Вот два цветка. Один живой, один искусственный. Различи, где живой, где искусственный. Совершенно одинаково, отличить невозможно. Царь Шлома открыл окно, прилетела пчела, села на цветок, говорит, вот этот настоящий. Она спрашивает. Привели одинаковых людей. Совершенно одинаково одетые все. Она говорит, здесь есть часть евреев, часть неевреев. Различи. Царь Шлома подошел к ковчегу, где стоят цветки Торы и открыл его. И часть людей начала молиться. Он говорит, вот евреи. Они начали молиться. И таких вопросов и ответов очень много было. Он настолько был мудрым человеком, что мудрость трудно было кому превзойти. Даже ту историю, которая описана у нас двумя блудницами, которые родили одинаково детей. Они жили вместе. И одна предъявила ночью ребенка. И попробуй рассуди. Та, которая предъявила ребенка, подложила мертвого ребенка другой, а ее ребенка взяла себе. И вот суд. Шлома должен рассудить. Та говорит, то мой ребенок. Она говорит, то мой ребенок. Царь Шлома говорит, хорошо. Принесите меч, рубите ребенка пополами. Раздайте им пополами, вы идите отсюда. Одна говорит, правильно, рубите. Ни мне, ни ей. А вторая говорит, нет, не рубите, отдайте этого ребенка. Вот она мать его, говорит, того ребенка. Раз. Вот это видно, что это мать. Раз она говорит, отдайте ребенка, это его мать. Потом там, та вторая получила за это сложное наказание. Она не имела права ни с кем жить больше, с мужчинами. В общем, на долгое время. Но фактор, что здесь говорится о его невероятной мудрости. Вот так. И нельзя утверждать, что эти законы без основания. Просто оно нам, это основание нам не дано познать. Выше нашего понимания. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хая Малка бот Йосиф, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Самуил бен Герш, памяти Ури бен Харинтон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бот Клара, Борис бен Мария, Анна бот Ривка, Полина пер бот Соня Суна, Сура, Лена бот Клара, Женя бот Ида, Анна бот Елена, Евгений бен София, Двойра бот Мириан, Моисей бен Ева, Ирина бот Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бот Мэль, Евгений бен Берта, Евгений Бот Ита, Фира бот Ана, Геннадий бен Елена, Вадим бен Татьяна, Леор бен Клара, Юлия бот Белла, Мазал Панасас Гула, Ирина бот Ури, Аронария бен Ури, за хороший дух Аронария бен Двойра, Денис бен Нахум, Авигаль бот Сар. Пишите, кому нужно, за здоровье, или за любые благополучные исходы, в общем, пишите, пожалуйста, я не знаю, как это работает, но мы это читаем, когда читаем Тору, и работает, люди благодарят, выздоравливают, не знаю, как это работает, но все-таки даже небольшие люди, если читают Тору, может на что-то влияет. Все, делитесь этим видео с друзьями, всем всего самого наилучшего, надеюсь, блин Эдер, до завтра, в 15.30. Всем всего самого наилучшего, до свидания.